В мире в целом, а порой и у нас, в России, звучит мысль, что в первую очередь нужно думать об экономике, о материальном благополучии. И это, конечно, очень, очень важно. Но что в этой связи предлагается? Предлагается, по сути, идти вперёд, перешагивая через всё и через всех, ни на кого и ни на что не оглядываясь. По сути, не брать в расчёт риски, связанные с эпидемией, и просто как можно быстрее отменить все ограничения. А если кто-то может заболеть, мол, пусть заболеет, останется инвалидом или даже умрет. Значит, такова его судьба. Словом, предлагается закон естественного отбора, где каждый за себя. Из истории и мировой литературы мы знаем, что в первобытные времена стариков, больных детей, ослабевших людей просто бросали ради выживания всего племени. Наверное, тогда просто не было иного выхода. Но мы живём в 21 веке. И скажу прямо, те, кто сейчас предлагает пожертвовать людьми, оставить их на произвол судьбы, по сути, призывают вернуться к дикости и варварству. Говорят, что в древней Спарте больных, увечных детей сбрасывали со скалы Тайгет. Правда, сегодня история, те археологи полагают, что это только легенда, миф. Но мы знаем, что общество Спарты действительно было построено на жёстких порядках. Однако ей это не помогло. И в конечном счёте она утратила свою государственность. Как говорится, история поучительна. Субтитры создавал DimaTorzok